Военнослужащий держит оружие на изготовке. В любой момент может показаться условный противник. Пока его не видно, но незамеченным пройти не получится. На поле установлены сигнальные мины. Когда противник подходит, цепляет как растяжку, срабатывает сигнальные мины, вылетают со свистом сигнальные огни. Наглядно это выглядит вот так. Сигнальные ракеты в воздухе, а значит разведка противника рядом. Незамедлительно поступает команда на уничтожение, пока огонь ведут из дежурных орудий. Затем действовать начинает и вся рота. По легенде, условный противник двигается со стороны населенного пункта Малаешты. Военным необходимо заблокировать живую силу неприятеля и не допустить прорыва. Здесь военнослужащие применяют знания, которые они получили за весь период обучения. Задача пулеметчика поразить огневое средство и личный состав противника. И при атаке, и при обороте именно он обеспечивает огневой поддержкой. По легенде, силы противника превосходят по численности, но слаженные тактические действия преимущества уменьшают. И, наконец, террористическое бандформирование уничтожено. Затем, по приказу командования, военнослужащие оперативной группы прикрывают друг друга и покидают место действия. Личный состав оценивается на оценку «хорошо», по проценту поражения мишеней на оценку «хорошо» и тактические действия порядок организации управления взаимодействием оцениваются на «хорошо». В целом, я оцениваю личный состав, его действия, как умелые, организованные. Ротно-тактические учения – это финал и логическое завершение обучения военнослужащих оперативной группы российских войск. Уже в конце июля они заступят на миротворческие посты в зоне безопасности. Олег Барышев, Дмитрий Глухенький, Первый Республиканский.